Субтитры создавал DimaTorzok Здравствуйте! Назовите, пожалуйста, фамилии, имя, отчество. Сиротемко Александр Яковлевич. Год и место рождения. 1 января 1922 года на Украине. На второй день после объединения войны, 23 июня, я, будучи студентом металлургического техника, пошел в онкомат и добровольно шел на фронт. И с тех пор прошел войну сначала курсантом Симферопольского, затем, с приближением немцев, было в Сибирь, в Омск. И в декабре 1942 года оказался в Ленинграде, куда прибыл по дороге жизни через Ладвийское озеро. Там прошел высшие курсы командного состава и был направлен непосредственно на передовую под Ленинградом коматиром взвода пехотного. Вскоре стал заместитель командира роты и командиром разведвзвода 588-го стрелкового полка 142-й стрелковой дивизии. И в этой дивизии, в этом полку я пробыл почти два года до окончания блокады, участвовал в прорыве непосредственно. На моих глазах проходила вся жизнь блокады Неграда, все тяготы, невзгоды, трудности, смерть и, в конце концов, победа. Победа, которая досталась очень тяжелой платой. Сотни тысяч людей гражданских, не говоря военных, погибли, защищая святыня святынь, город Ленинград. Александр Евгеньевич, а вот скажите, на каком вы фронте воевали? Например, западный, запринянский? Нет, все время мне пришлось быть на Неградском фронте. В каких родах войсках вы служили? Пехота. Специально в войсковой войне? Пехоте. Пешком проходил всю дорогу. И после прерыва блокады наш полк, наша дивизия были переведены во 2-й Белорусский фронт, 2-ю ударную армию, которую командовал генерал армии Федюнинский. Я уже был начальником разведки полка, звания капитан. До того был дважды ранен под Ленинградом, но изучился в госпитале армейском, фронтовом. не оставляя переднего края. Входя в состав 2-го Белорусского фронта, нам пришлось освобождать Прибалтийскую республику. Встречаться с так называемыми лесными братьями, которые по силе своему ненависти были, пожалуй, злее, чем немцы. И, будучи начальником разведки полка, армейской разведки, в наступательных действиях полк шел с боевыми действиями на проведение Дрездена, принимал участие в психических атаках на переднем крае, во взятии живых, значит, свидетелей и данных противника языка так называемого. И дошел до предместия Дрездена. Ну, как обычно, подразделение войсковой разведки, что впереди полка, впереди дивизии. Мы шли во Варенграде, перед полком, охраняя его и разведывая окружающую местность. Ну, оказались в мешке, с трех сторон немцы нас обстреляли, и я там получил 23 февраля 45-го года последнее тяжелое ранение в правую ногу, в правую сторону. Взвод, которым я командовал разведчик, у нас было 12 человек, осталось только двое, в том числе и я. Помню, что когда получил тяжелое ранение, полк перешел на вступление, ликвидировал окружающих наши подразделения немцев. Подошел ко мне командир полка, как сейчас помню, Белоусова, Василий Иванович, полковник. Поблагодарил за службу, пожелал здоровья, влил мне в рот, как я помню, для здоровья эндокориста спирта. Было холодно еще. Меня я потерял сознание, и когда грузили воинский эшелон раненых вот уже на германопольской границе, оказался в Туле. В Туле на излечении годно почти пролежал, то есть полгода, и в августе 45-го года оказался на излечении в Грузии. В Грузии поехали в Белиссию. Ну, война закончилась. Александр Евгеньевич, давайте вернемся к вопросу, просто в свою очередь. Вот вопрос такой. Вспомните, перед военные годы, как люди воспринимали нормализацию отношений с Германией в 1939-1941 год? Значит, я после войны принимал непрестительное счастье в нормализации отношений в Германии. Мне пришлось дважды быть один раз в командировке служебной и один раз туристом в Восточной Германии. Немцы тогда в Восточной части относились к нам благосклонно, с пониманием, охраняли все братские могилы погибших воином Советской Армии. Нормально было. Уже в годы, когда я работал на советской работе здесь, в Волгограде, я был составить духовную делегацию Волгограда в Берлине и уже во всей Федератинской Германии. Я вам тоже сказать, что мы получили исключительно теплый прием и понимание необходимости примирения между российским и немецким народом, между бывшими странами СНГ, то есть нашего Союза и Германии. Нас принимали, нас слушали, не только слушали, но и услышали то, что мы делаем для них, что они делают для нас, для установления прочных связей. Александр Рефтехеевич, а вот такой было ли в стране ощущение надвигающейся войны? Предвоенные годы было ощущение надвигающейся войны? Ощущение? Да. Было период, когда очень осложнили события на Кубе, в связи с выступлением Хрущева. Не, не, предвоенные годы, предвоенные. А, предвоенные? Вы знаете, все получилось как-то, ну, мне тогда было 17-18 лет, я занимался школой, студент, вот, мы не знали, мы занимались тем, чтобы учиться, предназначить трудности, которые были, но полностью не осознавали еще, в смысле будущего, что, возможно, война. Не было такого настроения, и все было неожиданно, потому что вся идеологическая работа, которая пройдет в нашей стране, говорила о том, что немцы на нас не нападут. Ну, естественно, такое было отношение наше, но мы знали, что мы победим, что мы сильны, вот, что наше дело правое, и, как всегда, как и в мирное время, так и военное, шли в бой за Сталина, за Родину. Как вы узнали о начале войны? Каковы... была ваша реакция? я сам родом из Городевского района, это 50 км Запорожья, жил в общежитии на Митлорийском комбинате, там крупный комбинат Митлорийский, и учился в техниках. Рано утром, воскресенье, а родня моя, сестра родная с мужем и дочерь жили, пусть мне через 10 позвонят. жили в бараках, которые принадлежат завод номер 29, выпускавшим моторные боевые самолеты в Запорожье. Приехал в 8 часов утра и идет вторая передача выступления Молотова. Слышали, да, Молотова все-таки? Да. Впервые я услышал это вот у родственников жили в бараках, как у нас жили вот кадровые работники промышленности Советского Союза. Жилья не было, барак на 52 семьи, общий коридор, правая и левая комната, там и кухня, все. Ну и на тот же день буквально я в военкомат вместе с ребятами Симферопой нас. Вот так. А вот какие сражения вам пришлось принимать участие? Ну, перешли Ленинград. Мы сначала стояли на выборском направлении борьба с финнами, но в основном оборонительной, конечно, финны себя вели постолька-поскольку, но они в непосредственном союзе были с немцами. Мне неоднократно приходилось проводить разведку боем. А что такое разведка боем? Это взять первые сведения о распортировании воинских вражеских сил, вооружении и так далее, с тем, чтобы подготовить потом свою наступательную операцию. Непосредственно с часом прорыва после артиллерийской подготовки с самым линием Энергейма, если вы слышали такую на корейском перешейке. Дота. Да, это удивительное сооружение. Энергейм был министром обороны в Финляндии. Он на всем корейском перешейке построил эту укрепленную линию. И очень тяжелые бои требуем на территории Польши и Прибалтики против немцев. После артподготовки мы могу рассказать, как было, что значит артподготовка и что значит идти в атаку после подготовки. Бесчисленное количество артиллерийских орудий, других средств артподготовки поражения противника в течение двух-трех часов обрабатывать передний край немца. А после этого идет прямое наступление ты на ты, как говорится, один на одного. Кто жив, кто остался, приходилось с пистолетом в руках стрелять непосредственно немцам, обороняясь, защищаясь на них себя. Тяжелая картина. Бежать по трупам, вести в атаку взвод роту, но счастье, Богу надо молиться, что я принимаю непосредственно счастье в боевых действиях и остался жив. Александр Евгеньевич, а вот Ваше отношение к войне на разных ее этапах, с какими чувствами вы шли на войну? С какими чувствами вы шли на войну в разных этапах? Чувство было одно защитить свою Родину. А с каким возвращались? И победить тех, кто пытался захватить нашу страну. Любой ценой, ценой своей жизни. Мы не считались всем, жив будем или нет, останусь живым. У меня, кстати, четыре брата было. Все воевали. Я самый младший. Один летчик-истребитель жив остался дважды ранее. Погиб артиллерист. помощник командира полка по тылу тоже погиб. Один пропал без вести. Вся семья принимала участие в боях. Александр Евгеньевич, в начале войны Красная армия терпела поражение. Иногда говорят, что тогда было много дезертиров. Никто не хотел воевать. Правда ли это? Нет. Были легкомысленные люди, не верившие в нашу победу, под впечатлением тех огромных потерь, которые мы несли, молниеносного захвата наших территорий. Конечно, морально невыдержанные люди, скатываясь на позицию дезертиста, сдачи плен и так далее. Но в частях, в которых мне пришлось участвовать, таких примеров не было. Александр Викторович, что Вы знали осенью 1941 года о положении под Москвой? Мы имеем такую официальную сводку для командного состава доводили это сведение положения под Москвой и угрозу, которая нависла над нашей столицей. Нам было известно, это еще мобилизовало нас на бою упорное сопротивление и достижение победы от немцев. для нас как и для москвичей отступать дальше было некуда. Как Вы узнали о параде 7 ноября 1941 года на Красной площади и речи Сталина? Это праздничная праздничная демонстрация 7 ноября когда прямо с парады победы войска уходили на передний край. Нам об этом стало известно потом уже. Я был в Ленинграде и деталей, подробностей не знаю. Александр Евгений командный состав. Как солдаты на фронте воспринимали приказ Наркома обороны номер 227 ни шагу назад? Положительно. Абсолютно большинство положительных давали. Суровая оценка тем, кто допускал вещи послужившие этому приказу. Александр Евгений слышали ли Вы во время войны о заградотрядах? Приходилось ли с ними сталкиваться лично? Слышали. С нашего полка было отправлено по судовому чести в заградотряд 4 офицера. Александр Евгений А вот что Вы знали во время войны о штрафных ротах и батальонах? то же самое мы слышали что есть такие Александр Евгений есть мнение что на передовой никто не кричал за Родину за Сталина это вымысел коммунистической пропагандой так ли это? Нет это было собственное чувство наших солдат офицеров Александр Евгений Это не было пропагандой мы шли с чистой совестью ответственности за эти слова в бой против немцев Александр Евгений Евгений Расскажите о своих командирах пожалуйста Что? О своих командирах во время войны еще раз я хорошо помню командира полка Белусова командира батальона сейчас фамилии не помню но я непосредственно имел отношения уже когда был командиром взвода роты начальника штаба полка помню но отлично помню Белусов прекрасный души командир душевный человек всегда был с нами поддерживал в любой обстановке поднимал нас на плодное выполнение боевых заданий Александр Евгений Кого в армии считали наиболее выдающимися полководцами? Кому период войны относится эта оценка? Не понял Наиболее выдающиеся полководцы Ну я не могу ни сказать перечисать генерал армии Федининском который командовал нашей армии и командующ Говоров вот имеют прямое отношение к обороне Ленинграда и прорыва блокады начальник артиллерии 23-й ударной армии командующего Белорусским фронтом нам были известны ну само собой развеется Жуков Герой Константинович о нем слава шла во всех войсках во всех мы отлично помним трех маршалов но я скажу что некоторых там Тимошенко начальник войны был Семен Константинович мы ее не чувствовали как министр обороны хотя попытка была укрепить дисциплину была но она того что дал Жуков команды в советской армии не было подобных Александр Евтихевич есть мнение что Георгий Константинович Жуков на фронте не любили называли мясником вам приходилось тогда слышать что-нибудь подобное Александр Евтихевич на фронте были люди разных национальностей по вашему мнению многонациональность это плюс или минус знаете да у меня возникали два грузина один из них и проблемы возникали на национальной почве и проблемы возникали на национальной почве нет никаких проблем не было абсолютно другое дело что по складу своего характера по уровню по воспитанию они были не подготовлены к выполнению боевых заданий которые приходилось нам решать и нередко были случаи когда мы теряя какое-то поражение в боях противник выхватывал представителей национальности плен брал прежде всего я помню случай у нас на фронте был на коленскую перешельку там системы обороны были доты в каждом доте было сидел зло 12-15 человек в том числе значит и других национальностей нерусских убивали наших солдат а их брали в плен и потом мешкали здравствуйте Александр Евгеньевич повлияло ли участие в войне на ваше отношение к религии вы знаете мы всегда за Родину заставили с Богом шли вы понимаете это вопрос очень серьезный а самое сейчас когда идет духовное преобразование в нашем обществе вот я понимаю что религия отдельно церкви но ее влияние должно быть большое на воспитание но хотелось бы чтобы в этих условиях были равные отношения и возможности для вероисповедания всех конфессий православных баптистов вот других значит евангелистов и так дальше были равные отношения на фронте во время войны мы вот такого какое-то непонимание уважения не ощущали мы шли вместе решая общую задачу Александр Евгеньевич что запомнилось из встреч с населением во время отступления во время пребывания при фронтовых населенных пунктах вы знаете меня как правило я отступление ощущал только когда нас эвакури из Крыма в Омск из Омска до Ленинграда в остальное время я был в Ленинграде и в войсках было общее такое среднее население не подавленное а состояние такой какой-то тревоги за свою судьбу но состояние огромного труда независимо значит от себя на благородних чтобы сделать как можно больше я помню когда наш 29 завод был эвакуирован в Запорожье где работали мои родственники в Омск я видел когда приезжал туда на несколько дней по пути в Ленинград из Крыма как рабочие заводы работали прямо в палатках на открытом морозном воздухе выпускают необходимую продукцию неимоверный был подъем и гореческий подвиг людей в тылу неимоверный Александр Евгеньевич как встречали вас люди в освобожденных городах и селах значит нас очень хорошо встречала Польша вот Прибалтика показной показной встречи а дальше в Восточной Пруссии там мы конечно добра не ждали но были свидетелями такого значит непорядочного отношения и со стороны некоторых наших солдат которые победители которые в отместку за то что сделали немцы с нашим народом пытались как-то проявить несдержанность по отношению к мирному населению в Восточной Германии и в Восточной Пруссии Александр Викторович чем удивила вас жизнь за границей тех стран в которых пришлось освобождать да вопрос очень интересный в каком плане что вот вся западная часть восточная часть Германии особенно Восточная Пруссия ну Восточная Пруссия это колыбель фашизма вот жили очень богато обеспечено нас удивляла конечно педантизм аккуратность исполнительность и дисциплина немецкого населения нас удивляла боясь и буквально значит нечеловеческая вот нечеловеческая нечеловеческий страх перед советскими воинами но мы сдерживались и как правило стараясь не допускать воровского отношения поражаем Александр Евгеньевич что вы думаете о противнике ваше отношение к врагу какими его видели воспринимали ну участвовать в боевых действиях было одно отношение победить уничтожить такова наша цель была война есть война но после войны уже конечно прошло какое-то время сгладились обиды в какой-то части и мы находились по сути на равных условиях с тем населением уже и мы в гражданском состоянии и они у нас были хорошие отношения а во время войны там делить нам нечего было надо было побеждать это неименуемые потери с той и с другой стороны Александр Евгеньевич приходилось ли вам во время войны слышать о власовцах к ним относились как к ним относились на фронте слышали о власовцах но не все слышали слышали о измене а о размерах вот о формировании его власовских подразделений армейских мы сведения не имеем но слышали а вот Александр Евгеньевич боевая техника своя и противника на ровно шла борьба или нет боевая техника у нас была очень хорошая очень хорошая ну и артиллерийское оборудование было прекрасное значит особо нам понравились значит ракетные части катюши были свидетелями огнеметом как уничтожал передний край противника после сплошного покрытия катюшами и огнеметами хорошая техника была тяжелая правда вот нам было обидно в начале войны смотреть как гибла наша авиация в самом начале если не представлять как и у нас были истребители тупорылы такие маленькие а их мистершмитты другие виды авиации они буквально издевались над нами но это было до сорок третьего года пока не появились наши новые илы вот штурмовики истребители тогда было превосходство в небе наше равенство к концу превосходство нашей авиации и других средств вооружения над немцами с какими развлечениями в минуты и часы отдыха приходилось встречаться с солдатами за годы войны песни выступления артистов концертов фронтовой бригады были у нас концертные бригады приезжали особенно значит ленинградцы вот этот народ исключительно добропорядочный отзывчивый не смотря трудностей не были наших на переднем крае вот давали концерты беседы встречи подарки привозили вот ну самые лучшие отношения были Александр Евгеньевич как вы можете охарактеризовать отношения на фронте между мужчинами и женщинами ну я вам скажу я на себе ну мне тогда я уже двадцать лет двадцать один год была у меня знакомая медсестра которая меня лечила во фронтовом госпитале я меня перераз ранил вот осколок пролетел по губам и зубам у меня зубов нет сейчас все протезы она говорит и врач она была и медсестра вторая тоже близких отношениях но чисто таких дружеских отношениях другими там делами нам некогда было заниматься но очень хорошие очень хорошие отношения и в госпитале когда я был в Туле была тоже очень близкий человек мне вот медсестра которая ухаживала за мной буквально на руках выносила Александр Евгеньевич водка на фронте водка помогала воевать или мешала обязательно мы в атаку шли обязательно вот значит на переднем крае мы ежедневно давали по 40 грамм водки спирта ежедневно идя в атаку нам наливали по пол алименной кружки пол литра чистого спирта вот маркомский ну это для чего для того что идешь вот так вот и не знаешь будешь ты жива или нет ну так как говорится не для записи но для бодрости для того что тебе ничего не было страшного она покружилась и пошел не мешало ничего не мешало как после войны относились к тем солдатам которые побывали в плену были ли такие среди ваших знакомых я слышал только разговоры непосредственно участие с ними не стал кто-то так говорить но знаю что они преследовались преследовались много незаконно не по слову не он оказался он вместе с другими оказался ведь плен сдавались десятками сотнями тысячами когда попали вокруг попадали в окружение полки дивизии ну Александр Евгеньевич Александр Легистихевич что вы знали о союзниках СССР о ком о союзниках союзники союзные войска вASH Англия не знаешь ничего о �ызах что вы знали о СССР во вонии войны не понял шо я знал что у вас услышали знали помощь в США СССР Англия союзных войск о ком — Ну, союзники СССР были живы. — Мы ждали всем открыть трофу. Ждали, ждали. И видели, что это несправедливые отношения. Они видят то, что они ожидают конца именно благодаря нашей победе с тем, что вместе пожелать плоды этого исторического факта. — Александр Евгеньевич, когда вы впервые столкнулись с полученной Ленд-Лизой танками, самолетами, автомобилями, приходилось ли вам есть американскую тушенку? — Значит, так случилось. На фронте нам давали американскую тушенку, но вооружение по Ленд-Лизу я, находясь на крае, не видел. — Но я видел все это хозяйство, когда после демобилизации из армии, после излечения в ГОСТ, я был назначен начальником штаба армейского склада на Чукотку. Это самое место, куда приходило все с Америки по Ленд-Лизу, и вооружение, и продовольствие, и промтоварь, и так далее, для наших воинских частей. Не видели этого вооружения, кроме продовольствия. — Александр Евгеньевич? — Ну, в больших партиях было, больших. — Где и как вы встретили День Победы? Что делали? Что чувствовали? — Ну, День Победы я был в госпитале. Я еще не излечился. Вот, я вот только в августе выписал, 45-й выписал. Был в госпитале месяца, всеми это было не векование труднописуемое. — Какой фильм о войне лучше всего передает атмосферу тех лет, отношения между людьми вашего поколения? — Какой теме? — Какой фильм? — Какой фильм передает лучшие ощущения этих времен о войне? — Ну, у меня больше всего запомнился, вот, в нашем Крестском событии описание в Азиатии Крестка, когда, ну, о Моресе хороших, я помню, прекрасных. — Это юридский подвиг. — Фильм об обороне и прорыве блокады, то есть победы под Сталинградом. — Особенно запомнился в нем бои под, в районе, значит, реки Чир, недалеко здесь, недалеко от Калача, когда командир полкана рождал оставшихся, оборонявших передний край и солдат, и вручал им ордена боевые, говоря о том, что все, отдаем все, что могу, все, что могу за ваш подвиг, вручая им боевые ордена красной звезды и медали за отвагу. — Это люди, которые остались живы, чудом, и он после прерыва, после наступления наших перерывов частей подошел к этим остался живым и поздавил их. — Это была неповторимая картина любви командного состава к солдатам, которые ценят свои жизни, не жалея ее отдавания делу победы. — Александр Евгеньевич, современные фильмы о войне, они действительно более правдивы, чем снятые в Советской Рим, или нет? — Ну, видите, я слышу, прочитал интервью режиссера по фильму «Кандагары», что он был несколько приукрашен подвигом. — Нет, «Великая отечественная война». — Я знаю. То же самое, во время «Великая отечественная» фильмы, которые создавались во время войны, они больше были хроникально-документальны, прежде всего. — Естественно, после войны понадобилось какое-то, может, дополнение, может быть, некоторая необъективность, но все это чувствуется вызвано тем, что было необходимо давать именно такое содержание фильмам, как для идеологической подготовки нашей населения, так и ситуации, которые складываются во всем мире. — Александр Иванович, произведение какого писателя наиболее правдиво отражает войну? — Ну, прежде всего, Борис Полевой, Горбатов, вот, ну, так, наиболее такие, они непосредственно участники были боевых действий. — Мне нравятся и короткие рассказы Шолохова. Вот же я с ним встречался во время войны на переднем крае, вот, в Ленинграде, вот и здесь эвакуировался отсюда. И после войны встречался с ним, когда я работал уже в советских органах. Он недалеко от нас, в Вершинске. — Александр Иванович, какой фильм о войне вы посоветуете посмотреть молодежи? — Не понял. — Какой фильм о войне вы посоветуете посмотреть молодежи? Какую книгу прочитать? — Дело вкуса каждого, конечно. Дело вкуса. Вот. Но фильм... Как вам сказать? — Ну, на свой взгляд. — Я точно вам сказал. Ну, почитать по «Аморессии» прежде всего. — Да. — Это поднимый рассказ о человеке, который не живет, о «Трижды Героя Советского Союза» в Кожидубе, об Александре Матросове, о Зоеве Космодемянской. Правда, о молодогварицах кривотолки разные идут, но тем не то, что не совершили, оно имеет хорошее воспитательное значение для нашей молодежи. Вот вчера у нас в Совете страны была встреча молодого поколения, изучающих историю и подвиг героев, городов воинской славы России. Вот в Краснотонце там были и мальчики, и девочки, и ребята, и девушки, а вот к нам пришло человек сорок, наверное, с одиннадцатой школы. И пришли одни девочки. Одни девочки. Они прекрасно выступали, рассказывали все. Молодцы. Но почему-то эти ребята не занимаются этим делом, большинство. Не занимаются. И очень многие из них пока идут не по тому пути, которые должны идти, а больше увлекаются играми всевозможными, посещениями таких легких заведений, концертов и так далее. Вот нарушения общественного порядка. Вы посмотрите, вот у нас памятник морякам, рядом здесь, противостановки. Мы силами ветеранов восстановили его. Покрасили там все это прекрасное рождение. Пойдите, посмотрите, как расписали его. Кто расписывает? Ребята, молодежь. И отпора им нет, потому что со школы мы не начинаем их привлекать, потому что вместе с девочками, которые занимаются этим делом, они еще принимают участие. Это недостаток и школьных воспитателей, и учителей, которые идут на такие встречи, тоже говорят, ребята, вы дружите с девочками и пойдете вместе. Ничего подобного. Вот нет такого подхода. Говорим, много воспитаний. Много. Но не до конца. Не доводим. Хотелось бы, чтобы эта вот черта, эта необходимость была услышана всеми. Почему? Нас осталось немало. Мало. И ваше будущее впереди вам творить, вам создавать. Быстрее избавляйтесь от этих пороков, недостатков. Любите ближнюю свою, как саму себя. Все, Александр Леонидович Тихеевич, все, на этом интервью наше закончено. Спасибо вам большое. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok